Двигатель советского истребителя Як-1, сбитого в воздушном бою под Выгоничами. ДОТ, установленный на линии фронта в 100 километрах от Брянска. Шрифты газеты на разгром врага, закопанные при отступлении наших войск в 1941-м и считавшиеся утраченными. Уникальные находки поисковики «Дружба» передают в областные и школьные музеи. Костяк отряда составляют ребята, которые имеют за плечами большой опыт работы поисковой. Они участвовали, неоднократно участвовали, как в региональных, так и в международных экспедициях. Но главное, считают в отряде, вернуть имя солдата на воинский обелиск, сообщить родным, где геройски погиб их дед или прадед. Уже традиционно поисковики «Дружбы» принимают участие в международной поисковой экспедиции «Ржев-Калининский фронт» в Тверской области. В этом году они обнаружили останки 40 солдат и офицеров Красной армии. Бойцы, ранее считавшиеся пропавшими без вести, торжественно захоронены с воинскими почестями. Здесь, на этой земле, в 1942 году, в сентябре месяце, погиб мой прадед Долиновский Дмитрий Андреевич. Ну, спустя его сын, только спустя 70 лет, узнал, где он находится, благодаря тому, что появилась информация в интернете. А так 70 лет никто не знал, где. Вот я его нашел по этим материалам, и сюда приехал сын, и груз в плеч свалился. Благодаря расшифровке солдатских медальонов, обнаруженных отрядом, удалось найти родственников и похоронить в родном селе Тамбовской области красноармейца Алексея Яненкова. 80 лет назад он погиб в Брянских лесах и считался пропавшим без вести. Родным еще одного найденного красноармейца, уроженца Белоруссии Трофима Макеева, переданы личные вещи и земля с места боя. Зимой участники отряда работают в архивах, готовятся к следующему поисковому сезону, в котором, надеются дружбенцы, вернут свои имена еще больше неизвестных солдат. Дмитрий Газин. События.